Новости о перебоях с водой из-за технических неполадок хотя бы раз огорчали каждого квартиросъемщика. И это не мудрено. Сегодня под Гродно проложено 850 километров водопроводных и более полутысячи километров канализационных труб. Именно такое подземное хозяйство находится на балансе предприятия Гродно-Водоканал. Вполне логично, что при такой разветвленной сетке коммуникаций, многие из которых были проложены еще в прошлом тысячелетии, сотрудникам предприятия приходится выезжать на устранение аварийных ситуаций едва ли не ежедневно. За 23 года работы в выездной бригаде Владимиру Осиповичу довелось устранить более сотни ЧП. И это невзирая на лютый мороз или тропическую жару, когда копать непросто, а сроки ликвидации аварий поджимают. Раскапываем места повреждения нашего водопровода, устраняем аварии и, как говорится, обратно это все засыпаем. До этого времени все работали вручную. Лопата, лом. Сейчас, когда купили вот этот новый вакуумный экскаватор, наш труд облегчился. То, что наступил век высоких технологий, бригадир с 23-летним стажем недавно ощутил в полной мере. В декабре технический парк Гродно-Водоканала пополнил вакуумный экскаватор. Его приобрели в рамках трансграничного сотрудничества «Литва-Латвия-Беларусь» и при финансовой поддержке Европейского Союза. На данный момент в Беларуси таких экскаваторов только два. Один работает в столице, второй вот уже два месяца выезжает на самые сложные объекты в Гродно. Вакуумный экскаватор отличается от обычного экскаватора. Принцип действует достаточно прост. Пылесос, как пылесон. Его очень удобно использовать в стесненных городских условиях, при наличии коммуникаций смежных, как и своих, так и смежных. И хотя он создан по принципу «три в одном» и заменяет собой несколько сопутствующих видов техники, пока он используется только на самых сложных аварийных участках. К примеру, работы в центре Гродно, где из-за узких улочек порой невозможно подогнать весь арсенал необходимой техники. Снять верхний слой асфальта, поднять с грунт, а это могут быть и десятки метров в глубину, и всё это, чтобы добраться до труб. Раньше эти трудоёмкие работы выполнялись сотрудниками как при помощи обычного экскаватора, так и вручную. При этом всегда существовала опасность повредить как свои, так и смежные коммуникации. С появлением вакуумной техники эти риски сведены практически к нулю. Мы одной техникой закрыли, наверное, три или четыре вида техники. Ну, грубо, сюда должен приехать был экскаватор, потом, грубо, какая-то машина вывозить. Это или МАЗ 10-ти тоник или 20-ти тоник, ну, что может приехать на объект. И, там, грубо, кран, если нужен, и лосос, чтобы это всё выкачать. Ну, мы закрыли четыре вида техники одной техники. Ну, мне кажется, что это очень рационально, то, что мы приобрели эту технику. Ну, работать вообще, я говорю, на ней шикарно просто, ну, как для меня. Принцип работы вакуумного экскаватора схож с промышленным пылесосом. За счёт мощного потока воздуха он попросту всасывает в трубу всё, будь то фрагменты асфальта, грунт или кирпичи, и при этом проявляет ювелирную точность выполнения подземных работ. Он с лёгкостью добирается до коммуникаций, расположенных на глубине до 40 метров. В сложных геолокациях может работать и на изрядном удалении от объекта. При этом универсальный экскаватор, способный не только копать, но и откачивать воду, чистить коллекторы, довольно прост в эксплуатации и управляется с помощью компактного пульта. И хотя в Гродный экскаватор нового поколения сравнительно недавно, оценить его плюсы сотрудники Гродного водоканала уже успели. Работает быстро, точно и безопасно. А это значит, что объявления о перебоях с водой из-за технических неполадок вскоре станут для гроднинцев редкостью. Лена Молщанова, Андрей Лабадин, Новости, Гродно+.